Начавшаяся неделя будет посвящена национальному проекту «Цифровая экономика». С этой темы губернатор Сергей Морозов начал аппаратное совещание. Глава области привел данные, согласно которым Россия занимает седьмое место по вовлеченности людей в цифровую экономику. Более 86% россиян ежедневно пользуются интернетом. Наша страна имеет все предпосылки для встраивания в цифровой мир на правах лидера. Но для того, чтобы это произошло, нужно вплотную заниматься изменениями в законодательстве. На федеральном уровне они уже идут. Губернатор поручил заняться разработкой дорожной карты проекта «Умный регион». Глава области предложил чиновникам съездить в город Саров в Нижегородской области, где реализация программы «Умный город» уже принесла экономию в бюджет. Поручил губернатор активнее работать с «Росатомом» по внедрению этого проекта в Димитровграде. В рамках национального проекта, национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Ульяновской области реализуются пять региональных проектов, которые ориентированы на создание базовых условий для развития цифровой экономики, цифровизации различных отраслей общества, экономики и социальной сферы. В каждой отрасли экономики и управления есть свой отдельный проект по внедрению цифровизации. Первый этап создания цифровой экономики включает изменения в инфраструктуре, то есть подключение к сети интернет, там, где его прежде не было. Что дает цифровизация региону? Ну, во-первых, это безопасная информационная инфраструктура, доступ в сети интернет, это новые цифровые сервисы и услуги, включая государственные и муниципальные, это новые возможности для развития бизнеса, повышения его эффективности и производительности, и снижения затрат, повышение качества государственного и муниципального управления. Что же касается тематической недели, то на ней пройдет 240 мероприятий. Упор сделан на районах области, в первую очередь на Корсунском и Вишкаемском. А вот качество государственного и муниципального управления губернатор подверг критике. Чиновники явно не дорабатывают, сказал губернатор. В связи с этим губернатор предложил запустить проект по сбору предложений и идеи ульяновцев об изменении жизни в области. Глава области обозначила ряд законопроектов, разработкой которых займется правительство на новом этапе. Это снижение налоговой нагрузки на малоимущих автолюбителей, выдача подарочных наборов для новорожденных и запуск проекта «Земский журналист». Последний связан с еще одним проектом, направленным на развитие села. Это Мичуринские училища, которые появятся в следующем году. Из числа наиболее успешных молодых людей, которые будут поступать туда через экзамены, элиту сельских территорий Ульяновской области. Мичуринские училища будут организованы во многом по примеру училищ Суворовских. Но вместо военной дисциплины учащиеся будут изучать сельскохозяйственные предметы. Обучение будет проходить с 5 по 9 класс. Вместе с предметами агронаправления это будут и танцы, и пение. То есть вот такая составляющая интеллигента на селе. И мне кажется, что мы этим проектом сможем возродить элиту на селе. Работать с выпускниками Мичуринского училища можно будет не только в сельском хозяйстве. Благо аграрный сектор этим направлением не ограничивается. Поэтому мы говорим о разных профессиях, которые так или иначе задействованы на селе. Это в том числе и социальный спектр, это соответственно и сфера услуг по направлению бизнеса, общества, это соответственно безусловно может быть и какая-то торговля, и все остальное, пищевая, перерабатывающая промышленность. Очень много-много разных профессий, которые могли бы так или иначе найти себя. Проект уникальный, аналогов им еще нет ни в одном из российских регионов. Нечто подобное подсмотрели в дальнем зарубежье, в Словении. В этой стране подобное начинание активно и успешно реализуется. И возможно Ульяновская область станет его инициатором на территории России. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Улправда ТВ.